Военный обозреватель Дэвид Экс для издания The Telegraph пишет о том, что мир на пороге Третьей мировой, подчеркивая, что черта переднена и что действительно уже войска третьей стороны вскоре будут на месте. Ну, а еще раз повторюсь, они уже здесь практически, на территории Курской области. А что Северная Корея, как вы полагаете, Александр, может для себя получить и готовятся ли они действительно к войне, проводя обкатку, так сказать, боеспособности своих войск на российско-украинском фронте, где бы они сейчас не находились, именно на каком участке, и насколько это тоже будет выгодно Путину, если война будет масштабироваться дальше, дальше и дальше? Нет, я не думаю, что для Путина это было бы каким-то успехом, потому что если в результате того, что он принял решение впустить северокорейские войска в эту войну, если в результате этого произойдет масштабирование войны с другой стороны, то несомненно, что историческим ответственным за разрастание войны и за ее масштабы будет сам Путин в истории, и никак иначе. Путин непрерывно пытается, мы это видим по всем его, так сказать, комментариям, это его позиция, постоянно переложить ответственность за войну на Запад. И только что, буквально уже по итогам Брикса, он в очередной раз произнес эти свои много раз повторенные слова о том, что якобы вся война вызвана госпереворотом в Киеве в 2014 году, а вовсе не тем обстоятельством, что Российская Федерация в феврале 2022 года совершенно масштабными колоссальными силами военными вторглась на территорию Украины сразу на нескольких направлениях. Путин все это повторяет, перекладывая ответственность на Запад, но дальнейшая эскалация, она сейчас точно как бы остается, на мой взгляд, тут нет как бы даже каких-то колебаний, она остается на плечах Путина, на его руках, потому что это он впускает сейчас северокорейские войска в эту историю и, возможно, собирается впустить иранские. Так что, если за этим и последует какое-то совместное решение Киева и глобального альянса со своей стороны, тоже пополнить, например, свою воюющую сторону какими-то воинскими контингентами других стран, то это будет ответом на то, что сейчас делает Путин. Прямо иранские войска могут появиться не только ракеты из шахеды, полагаете? Ну да, если будет заключен договор о всеобъемленном сотрудничестве, то, конечно, можно себе представить, что, ну, примерно по такой же схеме, понимаете, Корея, это самой Северной Корея, что там Ким от этого получит? Ну, не так и много, конечно, но это понятно, его люди пройдут участие в войне, они вернутся и станут как бы надежным оплотом его же режима, то есть все эти награжденные Кимом, эти все офицеры будут там гордиться и дальше и так далее. Это важный фактор для внутренней политики, и Иран тоже может из этих соображений, как бы, какие-то небольшие, пусть и небольшие, но, тем не менее, подразделение отправить, если это все будет, примет характер такого всеобъемлющего соглашения. Ну да, уже ничему не удивлюсь, действительно, про это всеобъемлющее сотрудничество, то что уж тут говорить. Значит, Путин, да, по итогам Брикса, делая свежие заявления, говорит еще и о том, что они, конечно, с детства за переговоры готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но опять эта фраза просто сумасбродная, которая звучит третий год, если не одиннадцатый, исходя из реалий на земле, не готовы ни на что другое. Поэтому, мне кажется, что любые мирные другие инициативы друзей мира, Бразилии, Китая и всех других, о котором говорит Си Цзиньпин, и когда глава Пентагона говорит о том, что должны быть тоже любые, должны быть мирные переговоры на условиях Украины, вообще не имеют никакого смысла. Ведь Путин ни при каких условиях на них не готов. Тогда в чем заключается сейчас какая-то ценность мирных инициатив? Опять ни в чем? Ну, в данный момент их, собственно говоря, и нет. И Брикс как раз это и показывает. То есть, он в этом отношении, этот саммит, он просто еще раз демонстрирует. То, что Остин на встрече именно с Папой Римским Франциском говорит о мире, это понятно. Он в гостях как бы у главы католической церкви, и он как бы разговаривает с миротворцем. То есть, Папа, конечно, по определению должен быть миротворцем, потому что таково Евангелие. Но и не более чем, потому что, так сказать, как только этот разговор прекращается, то Остин, понятно, остается командующим, министром обороны Соединенных Штатов и занимается военной поддержкой Украины и развертыванием производства вооружений в Соединенных Штатах и так далее. Так что, здесь не следует слишком придавать большого значения таким дипломатическим фразам. Все остальные сейчас, да, находятся, конечно, после этого Брикса находятся в тупике, потому что Китай и Бразилия предлагали со своей стороны, так сказать, такой коммуникет о деэскалации. Путин его де-факто проигнорировал, попросту говоря, сказав общие слова о том, что, ну, да, там как-то любая инициатива, спасибо и так далее. Но она не нужна. Нет никаких, на мой взгляд, оснований считать, что там Арабские Эмираты или, тем более, Турции сейчас, сейчас после Брикса особенно заметно, что у Эрдогана с Путиным осложняются все дальше и дальше отношения, и не видно их продвижения, как бы, и улучшения. Но даже сейчас Арабские Эмираты, которые выступают все это время, ну, таким главным хабом, переговорным хабом по разным вопросам с Путиным, и они тоже не могут ничего предложить. Саудовская Аравия, совершенно очевидно, она там просто решила с большой осторожностью отнестись к этому саммиту Брикс и не стремиться вообще сейчас активизировать свои отношения с Москвой. Продолжение следует...